В рамках данного ролика будет освещена философия и базовая идея, легшая в основу Sugar DE. Ролик с обзором на устройство в LPC будет по ссылке. Ролик представляет собой вольный перевод вики, если вы прокачаны в английских языках, можете ознакомиться с регионалом по ссылке. Итак, основные идеи активности, а не приложения. В традиционном понимании приложений на ноутбуке нет. Ноутбук сосредотачивает внимание детей на активностях. Это больше, чем новое соглашение об инах. Оно дает особый опыт обучения, который нам бы хотелось, чтобы дети получили при использовании ноутбука. Активность отличается от приложений своей направленностью на совместную работу и самовыражение, их реализацию, введение журнала и повторение. Присутствие всегда присутствует. Каждый может быть как учеником, так и учителем. Мы решили сделать совместную работу основой пользовательского опыта, чтобы реализовать это. Присутствие других участников учебного процесса будет побуждать детей брать на себя ответственность за обучение других, а также за свое собственное. Обмен идеями между сверстниками может сделать процесс обучения более увлекательным и стимулировать навык критического мышления. Мы надеемся поощрять такие типы социальных взаимодействий в Sugar. Чтобы облегчить взаимодействие в совместной среде обучения, Sugar использует сеть для объединения пользователей. Благодаря возможности подключения, каждая активность может стать сетевой. Мы стремимся к тому, чтобы все виды активности использовали преимущество сети. Любая активность, которая не связана с сетью, возможно, должна быть переосмыслена в сетевом плане. В качестве примера рассмотрим активность просмотра веб-страниц, связанную с дистрибутивом Sugar. Обычно человек просматривает в одиночестве, возможно, иногда отправляя другу понравившуюся ссылку. Однако в Sugar функция обмена ссылками, интегрированная в активность браузера, превращает одиночный просмотр интернета в групповой. Там, где это возможно, все виды активности должны работать сеть и уделять особое внимание по оширениям таких совместных процессов. Инструменты выражения. Исходя из того, что мы хотим использовать то, что люди уже знают, для того, чтобы устанавливать связи с новыми знаниями, мы фокусируем внимание на мышлении, самовыражении и общении с помощью технологий. Ноутбук – это вещь, с которой размышляют. Мы надеемся сделать основной деятельностью детей творческое самовыражение, в какой бы форме оно ни принимало. Таким образом, большинство занятий будет сосредоточено на создании какого-либо объекта, будь то рисунок, песня, рассказ, игра или программа. Еще одним изменением в языке, используемым для писания взаимодействия с пользователем, является то, что мы обращаемся к объектам, а не к файлам, как основному материалу для творческого самовыражения. Большинство разработчиков программного обеспечения согласились бы с тем, что лучший способ научиться писать программы – это научиться в процессе написания или научить этому кого-нибудь другого. Изучение синтаксиса языка может быть полезным, но оно не учит программировать. Мы надеемся применить этот принцип обучения через процесс ко всем типам творчества. Например, мы делаем упор на сочинение музыки, а не на ее скачивание. Мы также призываем детей участвовать в процессе совместной критики, результатов своего самовыражения, а также повторять. Объективизация традиционной файловой системы напрямую связана с метафорами реального мира. Вместо звукового файла у нас есть реальный звук, вместо текстового файла – рассказ. Для поддержки этой концепции разработчики активности могут определять тип объектов и связанные с ними значки для их лучшей передачи смысла самоактивности. Введение журнала. Концепция журнала, письменной документации повседневных событий в целом понятна, хоть и различна по форме в разных культурах. В журнале обычно фиксируются действия, которые человек совершал в течение дня. Мы решили принять метафору журнала для файловой системы в качестве нашего основного подхода к файловой организации. Хотя базовая реализация такой файловой системы существенно не отличается от некоторых реализаций в современных операционных системах. Она имеет меньшее значение, чем сама абстракция журнала. По своей сути, наша концепция журнала воплощает идею о том, что файловая система записывает историю того, что сделал ребенок, или точнее действий, в которых ребенок участвовал. Ее функция хранения объектов, созданных во время работы в этих активностях, хоть вторично, но также важна. Журнал, естественно, подается хронологической организации, хотя в нем можно помечать, искать и сортировать различными способами. Как запись того, что сделал ребенок, а не только того, что он сохранил. Журнал будет похож на портфолио или альбом с историями взаимодействия ребенок с машиной, а также со сверстниками. Журнал объединяет записи, явно созданные детьми, с теми, которые неявно созданы в результате работы в активности. Разработчики должны тщательно продумать, какие действия интегрируются с журналом в большей степени, чем с традиционной файловой системой, которая функционирует независимо от приложения. Активности, объекты и средства записи тесно связаны с друг другом, чтобы создать другой опыт работы с компьютером. Основа дизайна. Знай свою аудиторию. Неопытный. Цель AllPC – предоставить детям новые возможности исследовать, экспериментировать и самовыражаться. Многие дети, нуждающиеся в таких возможностях, ранее практически не имели доступа к компьютерам и поэтому не знакомы с ноутбуком и способами взаимодействия с ним. Это, несомненно, повлияет на некоторые аспекты развития деятельности. С одной стороны, это означает, что разработчики должны сосредоточить усилия на том, чтобы сделать интерфейсы информативными, полностью интуитивно понятными и построить метафоры, которые усиливают и поясняют интерфейс. С другой стороны, поскольку портативный компьютер станет для многих детей первым опытом работы с компьютером, действия не должны быть слишком верны унаследованному поведению или ожиданиям. Это открывает разработчикам поле для инноваций. Молодой. Многим из детей, получивших ноутбуки, будет всего 5 или 6 лет. Другие будут в подростковом возрасте. Кроме того, те, кто получат их в юном возрасте, будут продолжать использовать их на протяжении всего обучения. Поэтому важно развивать активности таким образом, чтобы они хорошо масштабировались на разных возрастных уровнях. Международные. Инициатива OPC по своему характеру требует участия международного сообщества. Разработчики должны помнить о широком спектре культур и языков, которым должны соответствовать ноутбуки. Ну да, русский до сих пор нормально не завезли. В частности, деятельность не должна зависеть от западных стандартов и способов мышления, а должна по возможности абстрагироваться от идей до уровня знакомого человечеству в целом. Например, рассмотрим кнопку камеры на клавиатуре. Хотя кто-то мог пометить эту клавишу небольшим изображением камеры и объектива, изображение глаза напрямую говорит о наших человеческих способностях к зрению, предоставляя межскультурный значок, который представляет способность компьютера фиксировать то, что он видит. Введение. Большинство разработчиков знакомо с метафорой рабочего стола, который доминирует в современных пользовательских интерфейсах. Эта метафора эволюционировала за последние 30 лет, породив отдельный класс элементов интерфейса, которые мы ожидаем найти в каждой ОС. Рабочий стол, значки, файлы, папки, окна и так далее. Хотя эта метафора имеет смысл в офисе и, возможно, даже дома, это плохо переносится в среду совместной работы, подобную той, которую воплощают ноутбуки OPC. Поэтому мы приняли новый набор метафор, подчеркивающих общность. Хотя между пользовательским интерфейсом Sugar и традиционными рабочими столами есть некоторое сходство, есть и четкие различия. Именно этим различиям посвящена оставшаяся часть этого раздела. Мы подчеркиваем причину нашего изменения точки зрения и детализации функциональности в отношении общего опыта работы с ноутбуком. Рабочий стол — это соседство. Панель, меню, рамка. Иерархическая файловая система — это журнал. Приложение — это активность. Файлы — это объекты. Масштабная метафора. Четыре различных уровня масштабирования определяют ноутбук, соседство, группы, дом и активность. Распределённая сеть является неотъемлемой частью среды ноутбука и явно представлена в интерфейсе. Масштабирование используется для сопоставления четырёх отдельных видов, каждый из которых соответствует определённому набору целей — дом, группы, соседство и активность. Используя сочетание клавиш или элемент управления в рамке, дети могут увеличивать или уменьшать масштаб в распределённой сети. Дом. Из всех уровней масштабирования домашний вид наиболее близок к традиционному рабочему столу. Как первый экран, представленный ребёнку при запуске, он служит отправной точкой для исследования как распределённой сети, так и личных активностей и объектов. В этом виде ребёнок может вернуться сначала к своим группам, таким как друзья или класс, а затем к посмотру всей сети соседства, либо вместо этого увеличить масштаб, чтобы сосредоточиться на определённой активности. Интерфейс «Домашний вид» минималистичен. В центре экрана значок XO, отображаемый в заданных пользователям цветах ребёнка. Представляет ребёнка, которому принадлежит ноутбук. Кольцо активности окружает персонажа, указывая на все открытые в данный момент активности. Кроме того, участок кольца, который занимает данную активность, напрямую представляет объём памяти, который требуется для выполнения конкретной активности. Это обеспечивает немедленную визуальную обратную связь об ограничениях памяти и предоставляет средства для управления ресурсами, которые не требуют знаний базовой архитектуры. Здесь происходит большая часть управления активностями. Запуск новых локальных активностей, завершение текущих активностей и переключение между активностями. При использовании в сочетании с доской объявлений, домашний вид становится самым прямым соответствием типичному рабочему столу ПК, как место, где можно держать вещи под рукой, завтрашнюю домашнюю работу, рисунок, над которым вы работаете, любимую песню, напоминание самому себе, что нужно сделать, свой хлопот и так далее. Группа. Вид группы делает небольшой шаг назад от домашнего пространства ребёнка, открывая его для круга друзей, одноклассников и любых других групп, которым принадлежит ребёнок. Группа «Друзья» по сути представляет собой пространственно просматриваемый и редактируемый список друзей. Отсюда ребёнок может добавлять или удалять и перемещать людей, логически упорядочивая их. Группа «Класс» определяется динамически и включает в себя всех остальных в том же классе, а также их учителей. Эта группа представляет собой идеальное место для работы и обмена информацией с одноклассниками, размещения проектов для критики в классе или получения домашнего задания, которое учитель разместил на доске объявлений «Класс». В дополнение к нескольким специальным классам групп дети также могут создавать группы самостоятельно. Это может дать возможность близкой группе друзей не отставать от деятельности друг друга или, например, группе начинающих фотографов обмениваться фотографиями. В условиях класса это даёт детям возможность создавать временные группы для работы над классным упражнением или долгосрочные группы для расширенных проектов. Чтобы создать группу, ребёнок может найти или выбрать любое количество людей в сети. Каждый из них получает приглашение присоединиться к группе и после принятия приглашения его имя будет добавлено в список групп, где они смогут видеть участников и общаться с ними, а также публиковать сообщения на доске объявлений группы. Хотя изначально группу создаёт один человек, управления группами не осуществляются. Люди могут покинуть группу по своему усмотрению, и любой участник группы может пригласить в неё других участников. Когда это происходит, все текущие участники группы получают уведомления, сообщающие им о новом участнике. Эта открытая модель упрощает взаимодействие и поощряет изучение естественной социальной динамики, вместо того, чтобы пытаться навязывать её с помощью правил и ограничений. Группы имеют ряд преимуществ. Во-первых, это позволяет детям видеть своих друзей-одноклассников и другие группы, а также позволяет им свободно общаться с ними. Кроме того, у каждой группы будет своя собственная доска объявлений, где участники могут публиковать заметки и делиться объектами. Во-вторых, все члены выбранной группы, например, друзья ребёнка, получают приглашение всяких раз, когда ребёнок запускает активность из вида группы. Кроме того, этот вид позволяет ребёнку видеть, чем в настоящее время занимается его класс, друзья и другие группы, представляя возможность присоединиться к любой неличной активности. Уже сейчас видно, как этот вид меняет привычный способ запуска приложений, позволяя запускать новые сетевые действия или напрямую присоединяться к уже существующим. Соседство. Уменьшив масштаб ещё на один шаг, мы попадаем в вид соседства. Здесь дети могут видеть всех на своей локальной сети. На этом уровне мы намерены поддерживать различные виды, каждый из которых имеет свою направленность. Индивидуальные активности, которые они занимаются в настоящее время и т.д. На рисунке люди сгруппированы вокруг своей текущей активности, что даёт прямое визуальное представление о популярности той или иной активности, поскольку размер группы сразу заметен. Хотя вид соседства в настоящее время не представляет никаких истинных пространственных или географических данных, он даёт краткую информацию о социальной географии сети и её участник. Так и вид группы запуска активности здесь неявно открывает вот активность для присоединения к ней всех в соседстве. Хотя в этом случае никто не получает явного приглашения, в виде появляется только что начатая активность с её участниками, сгруппированными вокруг неё, так что любой может присоединиться. Конечно, это также означает, что соседство представляет отличное пространство для исследования. Здесь можно искать, находить и присоединяться к интересующим мероприятиям, используя мощный и адаптируемый поиск, а также взаимодействовать и дружить с другими детьми по соседству, которых они ещё не встречали. Актив. Увеличив масштаб из домашнего вида, ребёнок находит вид активность. Этот вид содержит действия, в которых происходит всё фактическое создание, исследование и совместная работа. Именно здесь вы, разработчик, вступаете в игру, предоставляя новые и привлекательные инструменты, расширяя функциональность и поощряя новые типы творческого поиска. Хотя многозадачность стала чем-то вроде стандарта в современном мире настольных компьютеров, мы решили отойти от этой модели, вместо этого приняв полноэкранный вид активности, который фокусирует энергию детей на одной конкретной задаче за раз. Хотя в любой момент времени в кольце активности может быть открыто несколько активностей, только одна из них может быть обозначена как активная. Аналогично фокусу в оконной системе. Этому решению способствовало несколько факторов. Во-первых, хотя у ноутбуков дисплей с очень высоким разрешением 200 тучек на дюйм, фактическая область просмотра остаётся довольно маленькой, скромная диагональ 7,5 дюймов, что составляет мало места для множества действий на экране. А во-вторых, как уже отмечалось, естественно, концентрирует усилия на конкретной задаче. Рамка, подробно описанная ниже, служит связью между действиями. Являясь визуальным расширением журнала, она позволяет объектам перемещаться между действиями. Всегда доступна на периферии. Взглянув на предыдущие снимки экрана, вы могли заметить отсутствие строки меню или другой формы постоянного элемента интерфейса. Такой постоянный элемент уменьшает пространство экрана, доступное для действий. Поскольку экран ограничен, мы решили использовать рамку всегда на периферии и вне поля зрения, чтобы поддерживать всю периферийную информацию, которую может понадобиться ребёнку во всех видах. Поскольку рамка сохраняется на всех уровнях масштабирования, она обеспечивает согласованное место для тех элементов интерфейса, которые применяются ко всем видам, включая поиск. Входящие приглашения и уведомления, буфер обмена и друзей, с которыми вы взаимодействуете в данный момент. При активации рамка скользит поверх видимого в данный момент вида, предоставляя доступ к необходимым функциям, и быстро убирается из вида после завершения задачи, для которой её вызвал ребёнок. Хотя эти переходы происходят быстро, специальный параметр предотвращает непреднамеренное втягивание рамки в надежде сделать взаимодействие с этим элементом интерфейса полностью естественным. Рамка, компоненты и организация На высоком уровне можно рассматривать рамку в двух частях. Левая, верхняя и правая стороны рамки представляют существительные вещи, места и лица. Нижняя часть рамки представляет те элементы, которые требуют действий. Действия, приглашения и уведомления. В частности, каждый край экрана посвящён одному из людей, мест, объектов или действий. Люди. Как упоминалось ранее, присутствие других в сети во многом определяет возможности ноутбука. Чтобы постоянно отображать это в интерфейсе, правый край рамки представляет легкодоступный список всех лиц, с которыми ребёнок сотрудничает в текущей активности. Представлены их цветами XO. Это имеет ряд преимуществ. Во-первых, он представляет краткий справочник людей, с которыми работает ребёнок, который обновляется по мере того, как новые люди присоединяются, а другие уходят. Когда приходят новые люди, они появляются в правом верхнем углу, а когда уходят, просто покидают своё текущее местоположение. Кроме того, двойное нажатие для этих объектов XO раскрывает информацию о них, имя, возраст, класс, интересы, а также небольшую фотографию. Это делает рамку отличным ресурсом для знакомства с новыми друзьями, что может быть лучше, чем встреча с ними в совместной с ними активности. Из различных компонентов рамки категория места является наиболее абстрактной. Однако, это также подчёркивает метафоры, на которых строятся уровни масштабирования. В верхнем левом углу находятся кнопки масштабирования, которые могут мгновенно переключать пользователя между видами активность, дом, группы и соседство. Для наглядности, верхние левые функциональные кнопки на клавиатуре имеют идентичные значки и функции. На другой стороне находится кнопка доски объявлений. Опять же, у этой кнопки есть аналогичная клавиша справа от функциональных клавиш клавиатуры. Как будет показано ниже, эта кнопка действует как переключатель для вспомогательного уровня, который может обеспечить контекстный чат и место для обмена объектами. Эта кнопка работает на панели места, поскольку она действует как модификатор любого вида. В некотором смысле, это добавляет дополнительный контекстуальный уровень к любому другому месту ноутбука. Наконец, что немаловажно, этот раздел рамки содержит поле глобального поиска. Буфер обмена стал одним из основных элементов любой современной операционной системы, тем не менее, его реализация мало изменялась, если вообще изменялась за последние десятилетия. В буфере обмена есть одна страница, в рамках которой вы можете копировать, вырезать, вставлять информацию, и в большинстве случаев эта гипотетическая страница остается невидимой. Чтобы увидеть, что на ней, вам нужно вставить ее содержимое. Хотя это не совсем верно. Например, в Mac OS X пункт в нижней части меню правка позволяет просмотреть содержимое буфера обмена. Также в Linux, например, не один буфер обмена, а несколько. Большинство пользователей не обращает внимания на просмотр его содержимого, так как его нужно явно искать. Это базовая модель, хотя и проста, часто не подходит для многих вариантов использования. Таким образом, LPC расширил традиционный буфер обмена, предоставив пользователю дополнительную функциональность без увеличения сложности. На ноутбуках буфер обмена имеет форму левого края рамки. Эта область служит временным хранилищем для объектов изображения, предложения, URL-адреса, обличая их передачу между активностями и, что более важно, между различными уровнями масштабирования. Объекты любого типа, которые можно сохранить в журнале, также можно перенести через буфер обмена. Ребенок может поместить объект в буфер обмена несколькими удобными способами. Во-первых, сочетание клавиш предоставит интерфейс для простых функций копирования и вставки уже знакомыми нам способами. Кроме того, поскольку объекты поддерживают прямое манипулирование, ребенок может просто перетащить фотографию, файл или выделенный текст на рамку, чтобы скопировать его, а затем может перетащить его, чтобы вставить в другое место, например, в другую активность, отправить другу или прикрепить к доске объявлений. Когда элементы перемещаются в буфер обмена, они упорядочиваются по времени в стопке, при этом самый последний появляется в верхнем левом углу рамки. При наличии буфер обмена, который содержит несколько элементов, становится необходимым добавить средства для выбора активного объекта в качестве источника для любой команды вставки. Любой вызов сочетания клавиш копирования автоматически поместит активный объект в верхнюю часть стека, выбрав его в качестве источника. Если не использовать эти традиционные ярлыки, один щелчок по любому объекту в буфере обмена выделит его, явно указав на него как на основной источник. Дополнительные команды копирования или перетаскивания продолжат добавлять элементы в стек буфера обмена. Как только буфер обмена достигнет заданного предела, элементы в нижней части стека начнут удаляться, освобождая место для новых. Результирующий буфер обмена будет вести себя так же, как в текущих операционных системах и в то же время будет обеспечивать поддержку перетаскивания, историю буфера обмена и предварительный просмотр, а также расширенные функции для опытных пользователей. Активности. Нижний край рамки выполняет в первую очередь функции запуска активности, но также собирает как входящие приглашения, так и уведомления. В качестве отправной точки для создания экземпляров активностей эта часть рамки довольно проста. Всякий раз, когда на активность нажимают указателем, в кольце активности появляется цветной экземпляр этой активности в собственных цветах ребенка и приглашение автоматически отправляется соответствующим овровым. С одной стороны, каждый раз, когда ребенок получает приглашение, оно появляется в виде цветного значка активности, цвета XO приглашающего ребенка. Четко отличного от неокрашенных контуров активности, которые находятся на собственной машине ребенка. Поскольку приглашение присоединиться к действию не имеет функциональных отличий от запуска, приглашение должным образом указывает на это схожестью своей формы. Наведение курсора для этих приглашений позволяет ребенку принять или отклонить приглашение, опционально указав причину отклонения. Уведомления третьей части окна действий функционируют несколько иначе, хотя они не представляют активность, к которой можно присоединиться ребенок. Они приходят в виде сообщений от активности или от системы, передавая важную информацию о состоянии активности или состоянии системы, например, заряд батареи или сигнал беспроводной сиди. Хотя эти уведомления немного отличаются от активности и приглашений, они все же требуют некоторого действия со стороны ребенка и являются подходящим дополнением к рамке, который обеспечивает удобный способ доступа к ним из любого вида. Так же, как и на других краях рамки, приглашения и уведомления упорядочены по времени. Самый последний всегда находится в нижнем левом углу, чтобы ребенок мог своевременно их обрабатывать. Способ активации. У рамки есть несколько способов активации. Горячие углы. Горячие углы служат основным методом вызова рамки. Как следует из закона ФИЦа, углы — это самая легкая часть экрана для попадания указателя. Перемещение указателя в любой угол экрана мгновенно вызовет рамку. Из угла можно легко прокрутить край в поисках нужного элемента, поскольку вновь добавленные люди, объекты и приглашения вставляются из углов, последнее приглашение вырезка или участник всегда находится под рукой. Функциональная клавиша. В дополнение к активации трекпадом она может быть произведена одним нажатием клавиши. Специальная клавиша имеет два режима работы. Однократное нажатие действует как переключатель, выключая рамку при каждом нажатии. Или, удерживая клавишу нажатой, рамка будет отображаться на экране до тех пор, пока клавиша не будет отпущена. Этот последний метод обеспечивает быстрый способ просмотреть входящие приглашения или другие элементы состояния системы на короткое время, затем вернуть полный фокус к самому виду активности. Переопределение уведомлений. Хотя и редко, но некоторые срочные уведомления, такие как низкий уровень заряда батареи, могут переопределять рамку, автоматически отображая ее без вмешательства пользователя. Эти переопределения исходят только от системы. Приложение не имеет привилегий для переопределения, хотя могут предупреждать пользователя через стандартное уведомление. Доска объявлений. Поскольку ноутбуки имеют неявное подключение через распределенную сеть, для использования этого преимущества был разработан дополнительный уровень пользовательского интерфейса. Доски объявлений. В буквальном смысле доски объявлений представляют место для размещения объявлений. Контекст является ключом к полезности досок объявлений на ноутбуках. Кнопка на краю вида места рамки включает и выключает слой доска объявлений. И хотя для этой цели существует только одна кнопка, каждый вид с различными уровнями масштабирования имеет свою собственную доску объявлений. Круг лиц, имеющий доступ к данной доске, соответствует кругу лиц, которые в данный момент отображаются в виде. Например, любые элементы, размещенные на доске объявлений на главной странице, могут быть видны только ребенку, разместившему их, что фактически обеспечивает традиционную среду рабочего стола. Точно так же любой человек из списка друзей может просматривать материалы, опубликованные ребенком на доске объявлений в виде друзья. А все одноклассники ребенка и его учитель могут просматривать его сообщения на доске объявлений класса. Кроме того, у каждой активности есть собственная доска объявлений, предоставляющая место для обмена файлами и идеями, связанными с самой активностью, которым нет места в нем. Пространственно-контекстный интерфейс чата. В качестве прозрачного слоя над любым видом доска объявлений обеспечивает пространственно-контекстный интерфейс чата. Это означает, что в отличие от традиционных веток в стиле форума, которые организованы во времени пузырей чата, могут свободно располагаться на экране. Обсуждения формируются вокруг конкретных областей активности ниже. Комментарии в стиле аннотации дают возможность широкого спектра диалоговых взаимодействий. На рисунке океана, например, один разговор может происходить под поверхностью воды, в то время как другая группа детей будет обсуждать, какие птицы летают по небу. В другой ситуации один ребенок может удаленно помогать другому в освоении новой активности, указывая на конкретные элементы интерфейса с подробным описанием их функциональности. В литературном приложении ребенок или учитель могут корректировать рассказ другого ребенка, исправляя орфографические ошибки, указывая на грамматические и делясь мыслями о конкретных разделах рассказа, не редактируя напрямую работу в слой активности. Среда для обмена. Помимо контекстных чатов, доски объявлений представляют пространство для обмена информацией. Любой объект может быть размещен на доске объявлений, чтобы другие могли посмотреть на него, а также передать другим, способствуя вирусному обмену. Среда совместного использования является неотъемлемым элементом для всех видов. Например, в виде дом только ребенок, которому принадлежит ноутбук, имеет доступ к содержимому доски объявлений. Здесь доска объявлений представляет собой удобную зону для временного хранения предметов и занятий, а также тех вещей, которые хранятся под рукой для быстрого доступа. Завтрашнее домашнее задание, фотографии сделанные на прошлой неделе, книга, которую ребенок читает, любимая игра. Таким образом, традиционный рабочий стол, который заменили уровни масштабирования, возвращается через доску объявлений к домашнему экрану. Описанная здесь функциональность в некоторой степени имитирует традиционный рабочий стол. Обратите внимание, что всплывающие подсказки контекстного чата также доступны на домашнем виде, предоставляя механизм для написания заметок самому себе. Метафора доски объявлений подчеркивает временное и постоянно меняющееся пространство для размещения объектов, четко отделенное от пространства, в котором они хранятся. Это может предотвратить чрезмерное использование рабочего стола в качестве основного места для хранения, что ограничивает его полезность в качестве быстрого способа поиска наиболее важных файлов в любой момент времени. В виде друзья и соседства доска объявлений служит местом для обмена интересными вещами, которые ребенок нашел или создал друзьями, и всей сетью соответственно. Метафора совместного использования функционирует гораздо более естественно, чем система передачи файлов, к которой мы привыкли, поскольку передача файлов на самом деле представляет собой техническую реализацию, более абстрактные идеи совместного использования. Конечно, дети также могут просматривать то, что публикуют другие совместные использования групп, происходит естественным образом. Наконец, общее пространство досок объявлений приобретает несколько иное, но весьма мощное значение на уровне активностей. Опять же, в зависимости от текущего вида, каждое действие имеет свою собственную общую доску объявлений. Публикации на этом уровне предоставляют вспомогательные материалы для основного действия, которые могут просматривать другие участники активности, или, если они хотят, оставить для себя. На самом деле, это очень много значит, поскольку таким образом можно совместно использовать любой объект, включая многие объекты, для которых сама активность может не обеспечивать поддержку. Например, хотя нельзя было бы вставить песню внутрь рисунка, нет составного документа, песня, размещенная на слое доска объявлений, могла бы стать источником вдохновения для написания указанного на доске объявлений рисунка. Точно так же он обеспечивает средства сбора материалов, имеющих отношение к поставленной задаче в рамках активности. Вместо того, чтобы иметь пять человек, каждый из которых вставлял изображение акулы непосредственно в рисунок, они могли бы вместо этого размещать их на доске объявлений, чтобы другие могли увидеть, судить, прежде чем решить, что использовать в качестве основы для рисунка. Таким образом, доски объявлений представляют пространство для сбора исследовательских и вспомогательных материалов, а также проведения дискуссий как по ним, так и по активности. Журнал. Понятие сохранения. Мы считаем, что традиционная модель открыть и сохранить, обычно используемая сегодня для файлов, исчезнет, а вместе с ней и знакомый значок дискеты. В ноутбуках уже нет дисководов, и дети, которые ими пользуются, вероятно, никогда не увидят ни одного из этих устаревших устройств. А вот тут как бы обидно было. Вместо этого возобладает более общее представление о том, что значит сохранять вещи. Вообще говоря, мы сохраняем то, что представляет ценность, позволяя остальному со временем исчезнуть. Основная функция журнала, как хронологически ориентированной деятельности ребенка, подкрепляет эту концепцию. Физическим аналогом активности является бумага, карандаш и писатель за столом, холст, краски и художник за мольбертом, или тротуар мел и дети на дорожке. Они существуют, так как уже созданы, но продолжают существовать, как и измененные. Никакого действия по сохранению как такового не требуется. Кнопка сохранить на панели инструментов, обозначается как копировать, обеспечивает возможность дублирования текущего состояния активностей в новый отдельный доступный объект активности в журнале. За пределами культуры программного обеспечения такое быстрое и совершенное дублирование имеет мало физических аналогов, и возможно именно поэтому она вызывает путаницу. Вариант использования учитель может легко подготовить ряд моделей активности, физики, иллюстрирующих поэтапное построение системы изучения физических принципов, можно разделить на отдельные уроки или упражнения. Резервное копирование происходит регулярно, а также инициируется такими событиями активности, как изменение области действия, появление новых участников и так далее. На основе объектной модели, связанной с файлами, каждый сохраняемый объект, технически говоря, является отдельным экземпляром активности, которая его создала. Это устраняет необходимость открывать файл из приложения и заменяет действие открытия действием возобновления работы предыдущего экземпляра активности в том состоянии, в котором сохранил журналь. Отказ от иерархии. Временная организация. Наряду с идеей неявного хранения, ноутбуки радикально минимизируют иерархическую файловую систему как средство организации, заменяя ее упорядоченным во времени списком действий и событий, продвигая метафору журнала. Это значительно упрощает поведение автосохранения, поскольку устраняет необходимость указывать место, где должна храниться только что начатая активность. Естественно, вновь начатая деятельность появляется как самая последняя запись в журнале. Спад. Из-за ограниченной емкости памяти ноутбуков существует вероятность того, что журнал будет содержать так много записей, что больше нельзя будет написать. Однако частота таких случаев ограничена временным спадом, который упорядочивает содержание журнала и оставляет место для новых записей. Можно подумать, что это умная комбинация сборки мусора и дефрагментации диска. Это только основная информация, которую я перевел с вики проекта Sugar. Если вам стало интересно и вы хотите узнать больше, то можете, допустим, с гуглопереводчиком перевести остальные статьи в данной вики. Ну а нам, в принципе, для понимания того, как работает железка и какой философией вдохновлялись авторы и разработчики активностей, нам, в принципе, хватит. Поэтому можно спокойно продолжать смотреть основной ролик. Всем спасибо. Всем продолжать смотреть ролик.